Что-то в космос засобирались напитки с приличным градусом, а один такой как раз вот оттуда вернулся. Оказывается, на МКС последние три года прибывала бутылочка виски, чтобы посмотреть, что будет. На Земле была контрольная бутылочка такого же напитка, чтобы посмотреть, как невесомость повлияет на алкоголь. После проведения тестов выяснилось, что вкус у космического виски стал сложнее, а дымные нотки раскрылись более полно. Напиток произвели в Шотландии на винокурне Артбек, и в невыдержанном виде его отправили прочь с планеты, чтобы посмотреть, как невесомость повлияет на созревание напитка. И, кстати, представители этой винокурни отметили, что такого букета вкусов им достичь еще не удавалось. Ну что, космический бокал для виски есть? Созревший в космосе виски есть? Ну, это прям новая эра космического алкоголизма, господа. Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. Дети, а сколько в мире Стонхенджей? Один? Неправильно. Два. Британские ученые обнаружили второй Стонхендж в трех километрах от известного первого. При помощи георадара на глубине метра нашли почти 100 камней, выложенных полукругом, и это памятник эпохи неолита. Находится он в Даррингтон-Уолсе. Это такое древнее поселение, которое основали примерно 4,5 тысячи лет назад. Предназначение памятника пока неизвестно, но находка говорит о том, что у этого поселения история может быть еще более древней, чем думали до этого. Ну и так как пятница, надо ж вас как-то повеселить-то в конце концов. Например, кучей упоротых немецких гомеопатов. Как вам идея? Вы наверняка слышали про диетиламид лизергиновой кислоты, ну или проще ЛСД. Психоделический такой наркотик. Есть другой препарат, психоделический фенотиламин, схожий по свойствам с ЛСД. Так вот, на конференции по гомеопатии в Германии в одном из местных отелей один из делегатов угостил всех присутствующих этим препаратом, предположительно не раскрывая, что это такое. И отмечается, что после этого люди стали странно себя вести, а именно шататься и нести тарабарщину. 29 человек были госпитализированы, но они не отошли даже за три дня. У них были проблемы с сердцем, дыханием и даже судороги. Допросить никого не удалось, поэтому полиция может только предполагать, был ли это эксперимент или плохая шутка. Вот такой вот внезапный рейф в мире альтернативной медицины Германии. Ну и напоследок, наш и ваш любимец, отличный вор из Смоленска. Его даже почему-то прозвали баловнем судьбы. В общем, парень 23 лет решил немного поживиться и ограбить даму. Он выхватил у нее сумочку, в которой оказались деньги и документы, и скрылся. Смоленка вызвала полицию, и те, осмотрев место преступления, обнаружили мобильный телефон грабителя. Даже сами стражи порядка не поверили в такую удачу, но выследили хозяина телефона, явились на место его жительства, там же обнаружили сумочку пострадавшей. Ну и взяли неудачника, так сказать, с поличным. Парне ничего не оставалось, как во всем сознаться. Он еще и успел потратить награбленные денежки. Теперь его будут судить за грабеж. Интересно, он себе новый телефон успел купить? Вот лох, вы уж извините. Но, по-моему, это что-то из разряда мгновенной кармы. Ну а коммент дня к прошлому выпуску написал Валерий Комаров. Я Гамлет, принц датский. Займите денег. Пока. Приятно видеть, что люди сголодались по добру, романтике и неувядающей любви. Дело в том, что за каких-то три дня это короткое видео собрало 30 миллионов просмотров. Добрый вечер все те, кто нас смотрит сейчас на Твиче и те, кто потом будут смотреть.